Что такое путь Ермака? Если бы мне сейчас задали этот вопрос, вот так встретив на улице, я бы, наверное, несколько озадачился. Но так как это, можно сказать, практически пошло название от моей идеи, то я вам сейчас расскажу, что такое путь Ермака, как я его знаю. Итак, когда-то я проходил путь Сантьяго на территории Испании. Это путь, который трансформирует человека. И этот путь настолько меня вдохновил, что у меня появилась идея, чтобы такой же точно путь появился и на территории России. И проводя свои встречи по городам России, я рассказывал людям о пути Сантьяго и говорил, было бы здорово организовать такой же путь на территории России. И вот в прошлом году в Кургане я встретил единомышленника, который загорелся этой идеей, и, похоже, идея начинает обретать уже материальное воплощение. Мы решили с Максимом, который загорелся этой же идеей, встретиться еще раз и обсудить, как и где можно проложить у нас такой же трансформационный путь. Прошло где-то месяц-два, мы с ним снова встретились в другом городе, что тоже символично, перемещаясь по России, мы встречались в разных городах, через некоторое время обсуждали, обсуждали, обсуждали эту идею. Ну, во-первых, стоит сформулировать для себя и для всех, что такое подразумевается под трансформационным путем. Смотрите, у нас есть на территории России много путей или троп туристических, где человек берет рюкзак и пошел испытывать свой дух, тренировать свой дух просто по полям, по лесам, по горам, то есть выход на природу, в общем, туризм такой. Есть направление краеведения, когда люди исследуют историю своего края. Трансформационный же путь. А, есть еще пути, когда человек отправляется просто посмотреть какие-то достопримечательности. А трансформация, она подразумевает под собой некое преобразование самого человека, самого вот этого путника, который движется по тропе из пункта А в пункт Б. Трансформация подразумевает три важных момента. Это три составляющие, да? Это тело, это состояние ума и это эмоциональное состояние. Когда мы встаем на тропу, как происходит трансформация? Во-первых, мы движемся, мы даем нагрузку физическую телу, и тело начинает, хотела бы оно того или нет, оно начинает преобразовываться, трансформироваться. Дальше, оставаясь самим собой на этой тропе и двигаясь в ином ритме, нежели в социуме, мы начинаем жить в моменте настоящего. То есть утро настало, мы проснулись, день, мы идем, солнце село, мы легли спать. И войдя вот в этот ритм природы, вольно-невольно мы начинаем иначе видеть мир, и наш ум начинает так же иначе работать. Мы начинаем свое сознание концентрировать в моменте здесь и сейчас. Тренировка идет ума, и это тоже трансформация. Но и эмоциональное состояние. Когда ты идешь по трансформационному пути, то предполагается, что по этому пути с той же задачей идут такие же люди. Соответственно, у них изначально настрой к идущим рядом очень доброжелательный. Это создает такую дружескую атмосферу взаимодействия, коммуникации, кооперации такой совместной. И это преобразует твое эмоциональное состояние в позитивное, в пульсовое состояние, в состояние любви. И это тоже трансформация себя. Итак, тело, ум, эмоции, движение, концентрация, любовь. Вот путь трансформации. Итак, с трансформацией определились, теперь с путем Ермака. В очередной раз, когда мы встретились с Максимом, мы увидели на карте, определили на карте, приблизительный путь такой, который когда-то прошел Ермак. Но, с одной стороны, мне кто-то может возразить, Ермак это завоеватель, это что-то такое воинственное, это немножко не то, что связано с трансформацией. Но мы это взяли чисто за символ. И все-таки основная идея нашего пути – это трансформация. Да, на пути будут моменты краеведни, познания. Будут моменты, когда мы можем увидеть какие-то достопримечательности. Будут моменты, когда будут красоты природы. Но при этом будет происходить вот эта вот трансформация самого человека. Приблизительно путь пройдет по середине Урал, Сибирь. Охватываем Урал и Сибирь. Старт у нас начинается в Перми. Крупный Кунгур, крупные города у нас Екатеринбург, Курган. И все заканчивается в Омске. Это примерно где-то около 1200 километров. Но в зависимости от того, как вы будете идти, столько это и займет времени. Ну где-то, наверное, минимум 45 дней. Вот такой вот путь Ермака. Что из этого получится? И выльется ли это вот в общероссийский такой путь? Не знаю, посмотрим. Ну вот пока начинаем. Путь Ермака как трансформационный путь России. Теперь уже наступила возможность задавать вопросы. Да, я так понимаю? Да, давай. Ну вот первый вопрос. Почему именно эти города? Почему старт именно там, а конец именно в Омске? Злые языки говорят, что в Перми родился один основоположник движения, а в Омске родился другой. Поэтому это путь от Максима к Удалову. Нет, абсолютно не так. Почему такие города? Потому что мы посмотрели историю, подняли карты реального пути Ермака, и он примерно где-то вот так проходил. То есть он приближен к историческому пути Ермака. Ну может быть где-то он все-таки видоизменен, где-то удлинен, где-то отклонен в путь, в сторону. По этому пути есть какие-то уже существующие туристические тропы, по которым уже шастает много народу? Или это, можно сказать, первопроходцы пойдут по этому пути? На этом пути есть какие-то, скажем так, природные достопримечательности, природные какие-то аномалии, какие-то природно-аномальные зоны. В городах, соответственно, есть достопримечательности. Но это как точечные такие пункты. Целиково еще и какими-то отрезками путей натоптанных нет. Нет. Первый проход мы попробуем сделать в виде автопробега, проехав именно по этому пути, чтобы вот уже вживую самим все посмотреть, а потом пойдем на ряду. То есть сначала будет прикидочный авто, такой забег, а потом уже более конкретно на гады. Такой еще вопросик. Пока только по картам вы смотрели этот маршрут, или же кто-то из вас уже ходил, хотя бы какие-то кусочки, отрезки маршрута там? Нет, пока маршрут просмотрен только по картам. И мы были в нескольких городах на предмет общения, скажем там, с краеведческими организациями, с туристическими компаниями, которые тоже примут участие, если не в прохождении всего пути, то хотя бы в части прохождения пути. А примерно в какой срок вы поедете на автомобилях? И когда примерно планируете пеший? В каком месяце или в какие даты? Старт намечен, вот для автопробега намечен на 17 апреля 2018 года из Перми. А пеший переход назначен где-то на 20 июня. Даты могут варьировать, но я думаю, что если смотреть в интернете, мы будем размещать эту информацию. Если вдруг найдутся какие-то желающие присоединиться к вашему автопробегу, к автопробегу или к пешему проходу, то есть возможно ли к вам присоединиться, есть ли какие-то ограничения на группу? Нет, ограничений никаких нет, но к автопробегу будет сложнее присоединиться, потому что на настоящий момент есть несколько машин, да, и места там уже все как бы заняты. Если человек присоединяется со своей машиной, плюс еще может себе кого-то взять, ну, значит, супер, ограничений в общем никаких нет. Желающих всех принимаем. А скажем, если вдруг удастся такой интересный маршрут проложить, и он оказывается действительно интересным, то это будет круглогодичный маршрут, или будет какое-то оптимальное время года, когда имеет смысл двигаться по нему? С точки зрения пути как трансформационного пути, то хочется, конечно, его приблизить к тому, что уже там сейчас есть на пути Сантьяго. То есть, чтобы там были заранее и круглогодично организованы, да, там какие-то хостелы, какие-то точки питания, чтобы они действовали круглогодично. Но по поводу проходимости, я пока не знаю, как будет проходить маршрут, возможно ли будет, например, там, если занесет снегопадами, пройти этот отрезок пути зимой у нас в России. Но мы предполагаем, что с апреля по октябрь этот путь точно будет действовать. А этот путь желательно будет на машинах проезжать или пешком проходить? Нет, что-то. Какие машины? Я же сказал, трансформация – это соединение трех составляющих. Или лучше самолетом. Тело, тело, умы и эмоции. Раз тело, значит, ты все-таки идешь. Нет, здесь предполагается никакого автостопа, никаких машин. На пути Сантьяго, знаешь, есть ограничения, послабления. Можно на велосипеде, можно на лошади проехать. Да нет, трансформация – значит трансформация. Одел рюкзак, встал на тропу, ногами и пошел. Но это вдоль дорог будет? Или это все-таки нехоженными тропами как-то будет? Ну, хотим сделать все-таки, чтобы это было более экзотически и более углубляясь от цивилизации. То есть в леса, в поля, в луга. Ну, вокруг Перми и Омска разбросаны всякие аномалии. И не каждый вышедший на тропу вернется. Закладывается ли процент дошедших? Каким он должен быть до Омска? Здесь не процент дошедших закладывается. Здесь закладывается то, что предполагается, что вот в таких местах, которые реально аномалии, где может появиться Леший, Баба-Яга и еще какие-нибудь удивительные неожиданности могут ожидать человека, там будут организованы какие-то... Кладбища. Пункты, либо пункты питания, либо пункты, где будут проживать люди, которые... Как это называется? Ну, ангелы пути. Я так и вижу, как бы скакивает из кустов Леший, либо Баба-Яга с каким-то транспаратом. Загляните к нам в мотель, у нас скидки минус 30%. Можно не ждать появления, да? От природы, природных явлений, организовать их сами. Организуем их сами. Вот на пути Сан-Тягда стоят всякие печати, какую-то часть пути прошел, и выдают в конце некую грамоту. Будет ли что-то похожее, или планируется ли что-то похожее на пути Ермака? Не знаю, шашку с росписью под конец от Ермака будут вручать, или еще что-то? Как главному казаку России. Значит, на начало старта предполагается, что будут сделаны футболки с символикой и с надписью «Путь Ермака». И в дальнейшем предполагается, что... Ну, в общем, думаю, что это еще в разработке. А не получится так, что все это коммерциализируется, и будет куча сувениров в пути Ермака, а вы войдете в долю в эту компанию, разбогатеете. То есть, насколько вот это вот коммерческое начало сильно на старте проекта? На старте проекта мы еще ни разу про деньги вообще не говорили. Уже заговорили. Сейчас первый раз, да, ты заговорил. На начало проекта были постоянно разговоры. Вау, классно, трансформация, о, классно, куда-то идти, как прокладывать. То есть, организационные моменты какие-то решаются. А нет, слушай, о деньгах встал вопрос, когда, да, нужно было все-таки, мы решили сделать на начало вот этого автопробега футболки с надписями. Встал вопрос так, а где же взять деньги? Да, вот здесь вот как раз этот вопрос возникал. То есть, желающие спонсоры могут перечислять вам средства, которые счет будет приложен ниже к видео, да? Ну, слушай, почему бы и нет? Мы живем в материальном мире. Пожалуйста. Хорошо. Значит, я думаю, что спонсоры лучше пусть найдутся на то, чтобы организовать вот эти вот там остановочные пункты, какие-то точки отдыха, потому что все равно нужно будет делать, вот как на пути Сантьяго, да, там какие-то столики сделаны, какая-то зона для разжигания огня, где можно, где может каждый остановиться, да, и приготовить еду. Или навесы на случай там дождя переждать. Пожалуйста. Вложения есть куда идти. Будут ли еще какие-то другие пути, кроме пути Ермака, там путь Ленина, путь Сталина, путь Ельцина? Слушай, нет, на настоящий момент есть еще, ну, как бы, одна проговоренная идея, но она пока просто как идея, это путь Ломоносова. Но мы решили пока на нем не останавливаться, потому что что-то где-то там, это вот в сторону севера мы подумали, тут бы освоить вот середину России и посмотреть, как это вот будет с нашими холодами проходить. А потом уже, если что, вот еще есть путь Ломоносова. Тогда уже и третью идею, копилочку, путь от Москвы до Владивостока, там пройди всю страну пешком, да, прочувствуй свою Родину. Нет, это знаешь тогда как будет? Это будет, как вот, по уровням, да, первый уровень пройти там 1200 километров, второй уровень пройти там 2000 километров, третий уровень еще, а вот самый высший уровень, это уровень, я не знаю, там просветленного странника, это пройти от крайней точки России на западе до крайней точки России на востоке, а потом вернуться к центру России и пройти от крайней точки севера до крайней точки юга. Ну, прям такой православный крест. Я не знаю. Ну, вам, как известному кругосветному путешественнику, это кажется мелким, конечно, барахтание в масштабах России, вы сразу берете крупно, целиком по всем странам мира. Но тем, кто не готов на такие крупномасштабные проекты, то можно потренироваться у нас в России. И я думаю, это даже будет патриотично. Хорошо, тогда пожелаем успеха на пути Ермака нашим путешественникам, и вполне возможно, это станет новой национальной традицией. А мы присутствуем с вами. Присоединяйтесь. При зарождении. Напомню, что присоединиться можно как минимум перечислением денег на футболке, хотя бы так. Потом будете продавать по баснословным ценам это. Хорошо. Удачи всем, до встречи в путей.